Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И действительно, эти игры заметно оживили Якутск. Девушки отдыхают. Мы очень рады принять участие в таком основном мероприятии. Это была моя мечта. Два удачи всем спортсменам, чтобы именно вы получили золотую медаль восьмых игр Дети Азии. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вчера в этой студии. А кто-то продолжает борьбу за медали. А есть и те, кто сегодня посетил музей Мамонта и знакомится с культурой Якутии. Сегодня команда Белоруссии посетила музей Мамонта. Экскурсию провел один из лучших экскурсоводов Сергей Егорович Федоров. Ребята были очень впечатлены криохранилищем музея, в котором хранятся останки Мамонта с кровью бизона и медведя. Ребята задавали много вопросов. Больше, конечно, о клонировании Мамонта. Как могли в вечной мерзлоте сохраниться мягкие ткани? Также удивились и истории батагайского жеребенка, которому 42 тысячи лет. И еще один интересный факт. Каждый вечер на Комсомольской площади проходит церемония награждения победителей. Примечательно, что на церемонии награждения звучат гимны стран, участников живом исполнении духового оркестра Лена Ривербрас. Мы уверены, момент триумфа для спортсменов-победителей, взошедших на пяти стол славы, такое музыкальное сопровождение подарит незабываемые эмоции. Организаторы не забывают и о досуге спортсменов. За досуг отвечает Культурный центр Сергиляхские огни. Каждый вечер после соревнований у ребят дискотеки. А вчера в спортивной деревне прошел концерт World of Dance – «Мир в танце». Юные спортсмены стресс и напряжение после сложного дня снимали танцами. Радостью поделились спортсмены из Таиланда, которые сперва вели себя очень робко, потом втянулись. Пожелаем ребятам отличных результатов. Вечером как положено отдых, а днем спортивные состязания. Сегодня начались соревнования для сборных по художественной гимнастике. Соревнования проходят как в групповых, так и в индивидуальных выступлениях. О фаворитах и выступлениях в материале Надежды Саханской. На самом деле может показаться, что все выступления, которые есть в художественной гимнастике, очень просты в исполнении. Спешу отметить, что это далеко не так, потому что помимо гибкости мышц нужна еще и гибкость ума, для того, чтобы не стрессовать в ситуациях, которые происходят. Ну и, конечно, учитывать поддержку партнера. Художественная гимнастика была включена в программу игр еще в 2000 году. Со всеми соревнованиями за это время были связаны, пожалуй, самые красивые моменты из истории детей Азии. На эти восьмые по счету игры сборная республика подходит в усиленном составе. В играх принимают участие две команды от Якутии в групповых упражнениях и два состава гимнасток в личном первенстве. Я считаю, что каждая гимнастка может вообще преодолеть себя и сделать просто невероятное. Даже спортсмены республики, правда, могут выйти на любой уровень. Я в это верю и я этому учу. Ведь очень важно показать эту, собственно говоря, силу, свою внутреннюю, свою стойкость, волю к победе, чтобы собрать себя в нужный момент и показать то, к чему так долго готовился, к чему так долго шел, и показать все свое спортивное мастерство. Так что работаем. Безусловно, на протяжении всего соревновательного дня спектр эмоций играет самыми разными красками. От триумфа победы до горечи поражения отделяет немного. Фортуна явно была сегодня не на стороне сборных нашей республики. Явными фаворитами в групповом зачете стали команды из Беларуси и Королевство Таиланд. Были ошибки, но впереди у нас еще два дня, и мы будем стараться исправить. В индивидуальных выступлениях судейская коллегия почти единогласно отметила гуттаперчивость и артистизм спортсменки из Казахстана. Впрочем, праздник красоты и грации продолжится еще два дня. И, как знать, результаты могут измениться в любой момент. Надежда Саханская, Радамир Сергеев. Добрый вечер, и мы продолжаем наш вечерний эфир. Вместе с командами-участниками в Якутск приехали и официальные лица. Сегодня глава республики Айсен Сергеевич Николаев встретился со всеми гостями игр «Дети Азии» в торжественной обстановке. И сегодня у меня в гостях директор Департамента международных отношений и информационных технологий Государственного комитета по физической культуре и спорту в Монголии госпожа Насанбад Айюнбад. Айюнбад, здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый вечер. Очень рада видеть вас, видеть. Насколько мне известно, вы приезжаете не первый раз в нашу республику, уже четвертый раз принимаете в играх «Дети Азии». Как чувствуете атмосфера? Все меняется, становится лучше? Поскольку, насколько мне известно, вы даже посещаете спортивные площадки. Да, спасибо за возможность встретиться с нашими друзьями, с участниками игр «Дети Азии». Монголия уже с 1996 года с первых игр постоянно участвует на играх «Дети Азии». Это очень самое значимое событие в развитии детско-юношеского спорта в Монголии. Мы прошли уже вместе, так скажем, уже 30 лет и сохраняем наши традиции. И нам сегодня было очень приятно, что глава республики Саха Якутия встретился с нами. И мне удалось от всей имени нашей команды поприветствовать и поздравить всех участников, всех организаторов и правительства Саха Якутии с наступающими, так скажем, нашими первыми победами и первыми результатами наших ребят на этих играх. У вас прекрасный русский язык. Я была в Монголии, гостила, и там с русским языком очень сложно, где вы выучили язык. Я закончила русскую школу в городе Уламбатри, ну и по всей жизни уже, как, знаете, уже работаю в международном отношении, и всегда у меня вот язык, это моя как бы гордость. И прерывная практика. Да, да. Вы отслеживаете успехи ребят, которые проходили через «Дети Азии». Вы сказали, что с 96-го года, а, с 2004-го года, да? С 96-го. Да, с 96-го года ребята принимают участие, и где-то я читала, что они все добились таких высот, именно построили спортивную карьеру. Конечно. Вот в 12-м году я когда впервые приезжала, как руководитель команды, с нами тогда было, ну, принимали участие вот спортсмены, там, джудо, вольная борьба, бокс. И у нас мальчик, который, ну, в то время выиграл серебряную медаль, стал призером чемпионата мира по боксу, чемпионом мира Азии, и участвовал на Олимпийских играх. И я очень точно помню, когда он вышел в финал на «Дети Азии» в играх, тогда президент Международного комитета, он подошел ко мне и сказал, берегите вот этого мальчика, он очень талантливый. Я всегда помню эти слова, и с тех пор я смотрю на наших спортсменов, когда выступают уже на взрослых чемпионатах. Сейчас они работают, некоторые джудаисты, которые тоже участвовали на Олимпийских играх, они уже главные тренеры сборных команд, и уже будут сопровождать своих спортсменов уже на Олимпийских играх в 24-м году. И у нас в составе есть тренер по шахматам, который участвовал сам, был спортсменом на вторых играх. А сейчас... Выросло целое поколение. Да, 30 лет. А как освещают в Монголии вот это событие, как встречают спортсменов юных, которые приезжают туда с медалями? Сейчас, вы знаете, 21-й век, это информационный такой век, где все новости везде можно доступны. Даже когда в 22-м году в Владивостоке была тримая трансляция соревнований, звонили некоторые спортсмены своим тренингом, говорят, вы не кричите, там по эфиру показывают. Вот такие даже у нас были случаи. Да, когда приезжают ребята с медалями, их встречают как герои игр и дают почтение и уважение. И наш государственный комитет по спорту обязательно встречает всех ребят. Они провожают, во-первых, потом встречают и благодарят, и поздравляют ребят. И это, конечно, для ребят самое большое, я думаю, впервые в жизни получить такие звания призеров, чемпионов этих игр. И это первые их шаги в мир большой спорт, и стать сильными спортсменами уже на арене международных игр. Ну, и насколько мне известно, вы сопровождали сборную Монголии на летних играх, олимпийских играх в Пекине, и тогда Монголия получила первую золотую медаль. Да, точно. Вот в 2008 году на летних играх в Пекине я была руководителем сборных олимпийских игр. И впервые в истории Монголии мы получили золотую медаль по джудо и золотую паралимпийскую медаль стрельба из лука. Это за 40 лет участия на Олимпиаде Монголия открыла новые страницы в истории Олимпиады. Прекрасно. Ну, это действительно путевка. Вы считаете, что Дети Азии – это такой колоссальный трамплин, возможность и дверь в большой спорт? Я думаю, что это больше, чем спорт, потому что каждый раз, когда я приезжаю в Якутск, я уже, понимаете, уже четвертый раз приезжаю, и за эти годы мне очень приятно, что республика развивается, инфраструктура, новые объекты, все по международным стандартам. Игры, они сейчас проводятся почти уже на олимпийском уровне. Когда мы проходили, первый раз, когда проводились, то есть мое участие было немножко по-другому. А сейчас, начиная там, ну, с услуги, волонтеры, сотрудники, персонал, обслуживающиеся, они во всем сейчас, и даже когда на открытии мы ехали, мне почувствовалось, что вот вся Якутия празднует какой-то большой праздник. Да, для нас это большое событие. У всех улыбка, такая радость, детей было очень много. И мне было, вот я когда сидела на открытии, и рассказывали вот историю этих игр развития, и вот показывали основателя этих игр, первопрезидента Михаилович Николаева, и были его последние слова, вот на кадре показывали, и он сказал, вот за будущее, за будущее нашей республики и республика в ваших руках. И вот эти слова, я думаю, что вот такое большое наследие, наверное, уже 30 лет, он же, наверное, так и думал, что мы все тут соберемся, как одна команда из одного континента, и это большое наследие. Я думаю, это нужно быть таким мудрым и вот таким великим человеком, чтобы оставить такое большое наследие своей республике. Мы вчера как раз в нашем эфире рассказывали об этом, поскольку действительно это был такой момент на стадионе, когда все встали, даже отдельные люди у своих экранов, поскольку действительно это были очень глубокие слова, которые проникают в душу, и хочется действительно гордиться тем, чем мы сейчас и занимаемся. Я думаю, что все якутяне должны гордиться, что создали свой бренд, я думаю, уже такой бренд, который сейчас никак не может отлучиться от Якутии. Это ваша гордость. Айунбад, в знак признательности от нашей компании мы хотим подарить вам чарон изобилия с логотипом нашей компании. Пусть год будет изобильным, чтобы ваши спортсмены выигрывали, приносили новые медали, и чтобы стремились действительно к олимпийским высотам. Большое вам спасибо. У нас уже есть две золотые медали, что немаловажно. Я тоже принесла маленький подарочек для вашего телевидения. В этом году Монголия отмечает 100 лет развития современного спорта. Современного спорта, да, я читала. Я хочу поблагодарить, во-первых, что за все эти 100 лет, как Россия, дружественная страна, Монголия, всегда поддерживала Монголию и внесла существенный вклад в развитие современного спорта. Мы как дружеская страна. И это памятный медальон, где написано 100 лет, а тут спорт, и это государственный флаг Монголии. А это символ, наш дворец спорта, центральный дворец спорта. И мы тут написано успехи, победа и гордость. 100 лет. Благодарим за такой подарок, за такой ценный подарок. Я хочу подарить от всей нашей команды Монголии вашему телевидению. Удачи всем. Благодарим. Да, действительно, у нашей компании теперь своя золотая медаль. Большое вам спасибо. Желаю всем успехов. Желаю всем ребят ярких побед, а всем участникам незабываемых впечатлений о Якутии. Что же, дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И сейчас я хочу передать слово моей коллеге Екатерине Винокуровой, которая отправилась в парк, открытие культурного парка. Смотрим сюжет. Культурный парк расположился на Комсомольской площади города Якутска. Здесь стоит главная сцена, на которой мы увидим концерты известных якутских коллективов, звезд эстрады. Здесь же в нескольких шагах можно будет следить за соревнованиями по баскетболу и брейк-дансу. Ну и, конечно, различные развлекательные программы. Это аниматоры. А также здесь можно приобрести памятный сувенир детей Азии. С подружками пришли посмотреть на открытие парка. Очень красиво. Все вообще на уровне, на мировом. Участвовали еще на экспресс-лотерее на бесплатной. Поиграли, посмотрели баскетбол. Ну и, конечно, концерт там супер. Классно. Севенка потасовали. Вот здесь яркие вот на асфальт рисунки. И вот арка, которая в прихожках. Все отлично. Концерт нравится. Там вроде соревнования идут. Я очень рада увидеть здесь такого рода перемены. И само мероприятие. Виде флеш-моба, концерта. Конечно, очень радует, потому что это, мне кажется, все вдохновляет детей на то, как ценится вообще спорт, здоровый образ жизни, как важно единство народов. Культурный парк станет центром всей развлекательной программы Якутска и будет открыт для горожан и гостей столицы вплоть до 6 июля. Ежедневная культурная программа обещает быть широкой и рассчитана на любой возраст. В дневное время здесь можно погулять с детьми и посмотреть представления, а вечером послушать известных артистов и музыкальные коллективы. От имени Нью-Йорк комитета, на самом деле, бесплатных для жителей, то есть в качестве подарков, игры «Дети Азии», чтобы отдохнули наши гости, жители на этой территории вместе со своими детьми, семьей, ну и насладились этим праздником. Так, 1 июля все желающие могут посетить концерт мультинациональной группы коренных народов от Икен. В последующие дни публику будут заряжать пансаж и фиеста. Выступят артисты государственного вокального ансамбля «Туймада» и рок-группа «Брейкаут». А 5 июля ожидается программа Дим Димыча и его команды «Ульки-Пульки» и «Анжелиши». А закрытие игр «Дети Азии» обещает быть особенно грандиозным. У нас есть контракт с артистом «Не лето». Он приедет, чтобы подарить праздник к закрытию игр «Дети Азии». Всего более 80 культурных мероприятий проводятся в Якутске в рамках 8-х игр «Дети Азии». Задействованы практически все крупные общественные пространства Якутска. Катерина Винокурова, Вадим Барашков. Добрый вечер, дорогие наши телезрители, любители спорта. Мы продолжаем наш вечерний эфир. Все наши прямые включения вы можете видеть на всех наших четырех телеканалах. «Якутия-24», «НВК Саха», «Мамонт», а также на детском телеканале «Току». А самые интересные события будут показаны в дневнике игр. Теперь включение сразу после нашего вечернего эфира в 9.30. А у меня сейчас очередные гости. Прямо церемонии награждения пришли спортсмены под хэквондо, прямо с Комсомольской площади, сборная команда из Белоруссии. Давайте познакомимся. Полина Михальчук, которая тут показывает нам красивую золотую медаль. Анастасия Смирнова, второе место, серебро. Степан Гой тоже серебром. И Владимир Мороз с бронзовой медалью. Ну, прям красавчик. Такие красивые, встроенные. Как настроение, как атмосфера, как было? Ну, настроение прекрасное. Вот, атмосфера тоже. Ну, прикольно все вот тут выглядит. Интересно развешено все. Ну... Интересно сейчас, вот когда выходят спортсмены, гимн звучит прямо с живой музыкой. Это вот особенность. Вы заметили? Да, заметили. Это хорошая организация. Очень подготовлено все. Очень все красиво. Очень много волонтеров, которые помогают нам сориентироваться. В принципе, все очень хорошо организовано. Нам все очень нравится. Вот сейчас мне передают то, что тренер находится на вручении, да? Да. Должен быть прийти тренер, но его сейчас нет. Как вы работаете с тренером? Какие слова сказали после того, как получили свои медали? Конечно, поздравили, потому что результат хороший у нас. Конечно, где-то хотелось чуть больше, но все равно мы показали достойный результат. Это очень важное соревнование. Мы к ним долго готовились. Ну, я думаю, все ребята согласны, что результат хороший. Тренеры нас поддержали и похвалили. Ребят, скажите, почему Тхэквондо? Почему именно этот вид спорта и как давно занимаетесь? Занимаюсь уже почти 10 лет. 10 лет? Да. А сколько тебе сейчас? 15. С 5 лет тогда ты занимаешься? Да. Пошел в школу и приходит тренер. Говорит, что вот есть такая секция. Ну и родители записали и пошел заниматься. А были медали до этого? Конечно. И сколько у тебя медалей? Какая коллекция у тебя? Ну, много. Много. Ты доволен результатом? Конечно. Молодец. Я занимаюсь Тхэквондо тоже около уже 10 лет. Мой старший брат занимался Тхэквондо. И родители увидели, что хороший тренер, хорошее отношение к детям. И правильно я тоже на Тхэквондо. Девочки. Тоже занимаюсь около 10 лет. Тоже пошла в первом классе. Ну, тогда еще было больше как просто спортивный кружок. А потом уже начался небольшой уклон на Тхэквондо. Вот. Мне это понравилось, активный вид спорта. И я начала так заниматься. Угу. Ну, я тоже занимаюсь около 10 лет. Вот. Пошла в конце первого класса. И тогда только это начало развиваться у нас. Начало более быть популярным в Бресте. И, ну, папа такой сказал, ну, выбирай, на что ты пойдешь. Ну, и все, я выбрала. Теперь тут уже 10 лет. Когда вы вот выиграли первый звонок, кому вы сделали? Родителям. Родителям. Просто вчера была сборная из Узбекистана. Ребята сказали, позвонили первому тренеру. Я очень удивилась. Родителям позвонили? Угу. Угу. Ну, а каково было? Вот на этих соревнованиях очень многие ребята говорят, что соперники, в принципе, были знакомы. Поскольку вы встречаетесь на разных площадках, на разных соревнованиях. Были ли знакомые спортсмены? Нет, не было. Все были в новые? Угу. А как вообще шла подготовка, как давно вы готовитесь именно к играм Дети Азии? И знали ли вы об этих соревнованиях, о Якутии до приезда сюда? Да, у нас был отбор в Беларуси. Нам сказали, что это отбор на такие масштабные игры Дети Азии. Мы выиграли соревнования, отобрались, и началась подготовка с того момента. Угу. Целенаправленно, целенаправленно готовились именно к Детям Игры Азии. Но сейчас очень многие, вот через наш вечерний эфир, да, в разных сюжетах мы видим, наблюдаем то, что те, кто участвовал в 96-м году, в 94-м году, сейчас уже работают в судействе, тренерами. Кем вы видите себя в будущем? Наверное, тренером. Да, потому что хочется также воспитывать каких-то новых чемпионов нашей страны и просвещать дальше страну. Молодец, Степан. Я планирую также учиться на тренера. Дальше будешь поступать на культурный? Да. Я согласна с ребятами. Тоже тренер? Тоже, да. Это, я считаю, очень интересная профессия. Передать свой опыт, который когда-то мне передал мой тренер, своим спортсменам и постараться их привести еще к большему результату, чем был у меня. Ну, и будет. Алина? Ну, я тоже планирую идти на тренера и по совместительству попробовать быть массажистом еще. Массажистом? Как интересно. Спортивный массажист? Да. Угу. У вас есть свой массажист? Ну... Ну, наверное, уже чувствуешь технику, как все делать, да, как разобрять. Мышцы. Наверное, это действительно очень напряженный вид спорта. Но я видела то, что вы очень классно отдыхаете. Ходили вчера на концерт? Нет? Не ходили ни разу? Да. Поскольку в спортивной деревне, оказывается, есть очень такие хорошие мероприятия, концерты, дискотеки. Ни разу не ходили? Мы не ходили, так как у нас сегодня был второй день соревнований, и мы все вместе. Ну, а сейчас будете расслабляться, получается. Да. Отдыхать. Мы сегодня также показали сюжет. Часть вашей команды были в музее «Мамонта». Вы ходили туда? Нет. Не ходили. Значит, все предстоит. Потому что часть команды, мы сегодня уже рассказали, то, что были очень удивлены, да, раскопкам «Мамонту». Вот как раз мы сейчас видим фотографии церемонии награждения. Мы получили их буквально свежие, вы счастливые, радостные. С кем познакомились, обрели новых друзей? Да, познакомились с своими соперниками. Некоторых я уже и до этого знал, видел на чемпионате мира. Сейчас познакомились поближе. Да, познакомились тоже с некоторыми своими соперницами и также с другими ребятами, например, из команды Узбекистана. Вообще есть такое соперничество? Либо все-таки это проходит в такой дружеской обстановке? Или все-таки как в кино? На ковре? Да, смотрите друг с другом, пока не общаетесь, изучаете соперника. Ну, до боя не общаюсь. Лично я не смотрю, вот выхожу на ковер, делаю свою работу, а после уже мы можем общаться, мы можем быть друзьями. После боя все можно? Ну, вообще, как ощущения от пребывания в Якутии? Как вы чувствуете, что вы хотите увидеть, что читали? Ну, хочется, наверное, попробовать национальное блюдо ваше. Нам рассказывают, что у вас есть пару национальных блюд. Затем хочется походить по музеям, в парк сходить, отдохнуть в последнюю неделю, которая у нас останется. Совместить, получается, пользу с приятностями, да? Что ж, ребята, я благодарю, что вы прямо от церемонии награждения пришли к нам, поделились этими эмоциями, поделились радостью. Мы хотим вашей командой, нашей компании подарить вот этот сосуд. Этот сосуд означает сосуд изобилия. Мы хотим, чтобы весь год у вас был изобильным, чтобы были новые победы, чтобы вы действительно получали каждый раз медали и оставались в дружбе со своими соперниками. Спасибо. Все равно отличается двумя руками. Спасибо большое. Что ж, дорогие телезрители, мы продолжаем наш вечерний эфир. Встретимся буквально через пару минут. 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 Алексей, проходи, садись. Сегодня звучало на открытии международного якутского кинофестиваля, и вся аудитория аплодировала. Сегодня у меня прекрасные гости, разрешите представить. Вы слушали лауреата многих, многочисленных конкурсов, в том числе лауреата 7-го международного конкурса имени Чайковского Алексея Иванова. Алексей пришел не один, у нас в гостях президент Духового общества Халилова, российский деятель культуры и искусства Михаил Аркадьевич Брызгалов. Вот такие у нас гости именитые. Спасибо большое, что пришли. Добрый вечер. Добрый вечер. Как прошел фестиваль? Вот давайте, Алексей, начнем как человек, который стоял на сцене и чувствовал зрителя нашего якутского. Да, прекрасно прошел фестиваль. Вообще, в принципе, такое интересное замечание. Еще в раннем детстве, так скажем, я прочитал рассказы, с упоением читал рассказы Бианки, русский писатель и путешественник, который описывал свои путешествия от лица зверей, в том числе, с Дальнего Востока, с Якутии тоже. И еще с детства я мечтал посетить этот край. И вот благодаря Сталинам Духового общества Михалилова и лично Михаила Аркадьевича, за что я очень благодарен, появилась возможность приобщиться и к культуре, и к природе, и в том числе к слушателю. Я получил колоссальное удовольствие. Получается, у вас практически сбылась мечта. Да. С легкой подачей Михаила Аркадьевича. Михаила Аркадьевич, ну как, какие впечатления от пребывания в Якутии, от фестиваля? Вы сегодня были на открытии. Очень хорошие и от фестиваля, и от того, что здесь я увидел и услышал. Фестиваль это, как мне стало понятно за эти, за это очень короткое время, что это такая часть вообще выстроенной, хорошо выстроенной системы, которая здесь работает. Прежде всего, я до фестиваля хотел бы сказать свое впечатление о высшей школе музыки, которую мне пришли вчера посетить. И вот эта система, которой гордится наша страна, которая была создана еще до революции школа, училища, вуз. Здесь в полной мере все это реализуется. И, в кавычках, хочу сказать, на потоке стоит подготовка лауреатов всевозможных конкурсов. Здесь просто другие не выходят из этой школы. И, насколько мне известно, музыканты, окончившие высшую школу, работают во многих музыкальных и творческих клетивах не только в нашей стране, но и за рубежом. Но самое важное, вот что мне показалось самым важным, что в таком, в общем-то, достаточно отдаленном регионе, вот, центра России, здесь все работает. Благодаря высшей школе работает государственная филармония, работает государственный оперный театр, работают музыкальные школы. Очень большое количество творческих коллективов, музыкальных, все это обеспечено кадрами, потому что все говорят, у нас нет кадров. Вот, мне кажется, в Якутии этот вопрос, ну, думаю, что, наверное, всегда есть дефицит хороших специалистов, но, в общем-то, здесь вопрос решен, и меня это очень порадовало. И как раз, слушая вчера выступление замечательного оркестра государственной филармонии, духового оркестра, сегодня мы послушали симфонический оркестр, очень хорошего качества музыканты, коллективы, и звучало, и публика так воспринимает. В общем, все очень-очень хорошо, самое наилучшее впечатление. Прекрасно, ну да, действительно, это фундамент музыкальной сферы, и действительно, как вы заметили, очень многие музыканты работают в лучших оперных театрах, в лучших действительно музыкальных трупах, и завоевывают очень-таки действительно большие конкурсы. Наверное, вы тоже встречались в своей карьере с якутскими музыкантами. Да, у меня даже ряд одноклассников есть, выпускников высших школы музыки, вот, часть коллег сейчас продолжает там работать, часть вернулась, так что это абсолютно подтверждение. Я хочу еще сказать два слова, чтобы было понятно сегодня всем тем, кто смотрит эту программу, замечательно, во-первых, спасибо за предложение, за такую возможность быть сегодня здесь, и с экрана телевизора поблагодарить и сказать слова благодарности всем жителям Якутии за тот энтузиазм в сохранении культурного кода, культурного наследия, которое мы здесь видим, просто это видно на каждом углу. Если кажется кому-то, что это не делается, вот мы приехали и со стороны все видим. Я хочу очень важную вещь сказать, что Алексей не только, ну, конечно, он лауреат многих конкурсов, и конкурсы один другого престижнее, но вот это почетное звание лауреат конкурса Чайковского – это первый конкурс в мире. И когда лауреат конкурса Чайковского, то лауреат конкурса Чайковского открывается все двери лучших концертных залов. В общем, ничего выше этого конкурса в мире не существует, поэтому он особо выдающийся музыкант. Поэтому я решила и отметить. Особо выдающийся музыкант, несмотря на его молодой возраст, получить премию на конкурс Чайковского, тем более, что «Духовики» – это новая номинация с 2019 года всего, вошла в состав, а конкурс Чайковского первый прошел в нашей стране в 1958 году, и вот с 2019 года государство посчитало, что «Духовики» – это очень важная часть музыкальной культуры и должна принимать в самом лучшем конкурсе в мире и в нашей стране. Поэтому конкурс Чайковского и вот лауреаты конкурса Чайковского сегодня мы приглашаем в нашем фестивале в целях показать эталонных музыкантов. Эталонных музыкантов. Поэтому особенно приятно здесь вот Алексей видеть. Филармония Якутии, благодаря филармонии Якутии мы действительно знакомимся с большими и именитыми звездами из сферы музыки. И да, мы действительно благодарим филармонию, посещаем, не пропускаем ни один концерт. И вот благодаря им мы сегодня вот так сидим и разговариваем с вами. Я хочу сказать, простите, филармонии в Якутии, вот такая деятельность, творческие коллективы, административная часть. В общем, все это настолько профессионально, это настолько люди, которые знают свое дело. Мне кажется, я хочу поблагодарить вот здесь, с экрана телевизора, всех работников Государственной филармонии Якутии. Михаил Аркадьевич, вы известны вкладом в сохранение и популяризацию музыкального наследия страны, организации крупных всероссийских международных мероприятий в сфере музыкального искусства. Вот приехав сюда, вы уже приметили какие-то планы, вот именно коллаборации, сейчас вот модное слово, да, чтобы такое организовать? Конечно, здесь сфера наших интересов достаточно широка. Ну, во-первых, будет организован, уже начался международный фестиваль искусств, вот в этом году касал глава республики кино, потом будет театр, потом будет музыка, и потом будет уже национальное культурное наследие. Я думаю, что мы обязательно примем участие в годе музыки, который будет здесь проходить. Дальше, уверен, что мы проведем, ну, мы ждем, конечно, все вместе, ждем открытия нового концертного зала в Якутии, к которому мы обязательно приедем и, наверное, кого-нибудь пригласим с собой, чтобы порадовать якутскую публику. И, конечно, в завершение хочу сказать, что музей музыки и театра в Якутске, с которым мы дружим, к сожалению, нет с нами сейчас уже Аиза Петровна Решетникова, мы дружим долгие-долгие годы, выдающаяся личность. Мы, значит, музей, это члены нашей ассоциации музыкальных музеев 2009 года, и мы дружим, и сегодня мы при посещении договорились о том, что мы будем делать в ближайшее время. Пока планов не раскрываю, обещаю, что это будет интересно. Ну, все это проходит в рамках восьмых спортивных игр «Дети Азии», да, столько событий, действительно, якутца оживился, столько гостей, жаль, что вы завтра уезжаете. Нам самим жаль. Да, завтра национальный праздник в СССР, вот как раз бы вы погрузились бы и национальную... Поздравляем вас, жители Якутии, поздравляем. Да, национальную культуру, традиции. Вы слушаете ли звуки хамуса? Конечно, слушали, конечно. Пробовали сыграть? Пробовал, мы же духовики, мы же, да, это нам близко. Алексей, пробовал? Это, насколько я понимаю... Варган. Варган, да. И, конечно, пробовал, у старшей сестры даже был варган настоящий. Не знаю, откуда он появился, но я пробовал. Вот в следующий раз обязательно приезжайте, чтобы действительно погрузиться в культуру и традиции, поскольку, да, действительно, у нас прямо выставка даже хамусов, приезжают все мастера со всех наслегов. Мы были сегодня в музее, там, в центре хамуса, посмотрели, послушали. Поговорили, какие-то свои профессиональные вопросы вывестили. Очень понравилось. И, конечно, насладились звучанием хамуса. Прекрасно. Алексей, ну что нужно сделать, чтобы добиться вот таких результатов? Ну, пожелания спортсмена, поскольку сейчас вот этот эфир смотрят и спортсмены, наши юные спортсмены, поскольку эфир у нас проходит в рамках игр. Я думаю, что больше уместно было бы нам брать пример со спортсменов, потому что по части дисциплины, наверное, это более яркий пример. И, ну, скажу про себя, что стараюсь действительно обращать внимание на способ достижения целей именно у спортсменов, потому что творчество тонкая вещь, но дисциплина и в нашем деле очень важный, очень важный аспект. И упорный труд, упорный труд, и не бросать любимое дело, наверное, да? И быть увлеченным. Вот, и пожелать хотелось бы всем победы, прежде всего победы над собой, потому что это самая главная победа, я считаю. Вот, и только вперед. Дорогие мои гости, я хочу подарить вам по вот такому колокольчику, чтобы отгонять всех злых духов, и, как людям из сферы музыки, конечно, прекрасный звон водки и колокольчиков. Красный звон, спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Благодарим вас, поздравляем всех с с национальным праздником. Да, с национальным праздником СЭЛ. Дорогие телезрители, а мы с вами прощаемся. Смотрите нас, прямые включения по всем четырем каналам. Прямо сейчас дневники игр. Дорогие телезрители, а мы с вами прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok